Работы, проводимые в сельских поселениях, ремонт дорог, качество работы подрядчиков, эти и другие вопросы обсудили 24 июня с главой Фурмского района Романом Соловьевым на традиционной планерке. Роман Александрович поздравил с 70-летним юбилеем Александра Лукичева, заслуженного тренера детско-юношеской спортивной школы и почетного гражданина Фурмского района. Глава Фурмского городского поселения Олег Прохоров в соответствии с уставом вручил Александру Владимировичу денежную премию и пожелал счастья, здоровья и успехов в работе с учениками. С докладом выступили главы сельских поселений. В Иванковском проводят обкос травы в населенных пунктах. В деревне Попадинки проведена подсыпка дороги. Начались работы согласно заключенным контрактам. В селе Домовицы здесь отремонтируют дорогу и в деревне Леньково. Работы ведутся по обращениям граждан. Почти завершен ремонт дороги на въезде в деревне Иванково. В Снитиново отметили День деревни. В Дуляпинском сельском поселении на прошлой неделе также занимались обкосом травы, опиловкой аварийных деревьев по заявкам жителей и борьбой с борщевиком. Роман Соловьев поручил главе поселения проконтролировать нанесение разметки на отремонтированных участках дороги в Дуляпино. В целом работы там близки к завершению. Подрядчик укладывает бордюрный камень у автобусных остановок и устанавливает знаки. Глава поселения Андрей Свечников попросил обратить внимание на те участки Дуляпинской дороги, где ремонт не проводился. В двух-трех местах необходим ямочный ремонт, чтобы после завершения всех работ вся дорога была в хорошем состоянии. Роман Александрович инициативу одобрил. Эти работы уже проводятся. В селе Фряньково идет плановая замена опор линии электропередачи. На этой неделе работы будут завершены. Отсыпку гравием провели в деревне Языково. Отремонтировали подъезд к деревне Батеева. Завершен монтаж светильников уличного освещения на автодороге Панино-Юрково. Началось фрезерование дороги на подъезде к Панино. В плане на эту неделю ремонт тротуара у Панинской школы, подсыпка дороги в Медведково и участка около клуба во Фряньково. В Францовском сельском поселении выполнена подсыпка участка дороги у деревень Вакорина и Новинки. В селе Храмцово провели опиловку аварийных деревьев. Роман Александрович поручил главе поселения внимательнее отнестись к вопросу чистоты Храмцовского пляжа. На прошлой неделе в селе Широково произошла авария на водоводе. Неисправность оперативно устранили. На территории поселения косят траву, благоустраивают территорию вокруг клуба в земляничном. В Широкове совместно с жителями благоустраивают родник. На этой неделе установят кольца. В воскресенье в Широкове отметили день села. На городском пляже в Фурманове установили лавочки. В ближайшее время тропинку к пляжу отсыпят асфальтовой крошкой. 22 июня в день памяти и скорби во многих селах и деревнях района жители почтили память жертв Великой Отечественной войны. Председатель районного совета Галина Жаринова напомнила, что 27 июня состоится последнее перед депутатскими каникулами заседание совета. На данный момент в повестке дня 19 вопросов. МУП «Теплосеть» продолжает плановый ремонт. Закончены работы в центре города. На этой неделе закончат участок у школы номер 7. Роман Соловьев поручил отделу ЖКХ связаться с подрядчиком, который проводит работы на региональной трассе Иваново-Плес и передать ему точную информацию о населенных пунктах, которым необходимо сделать съезды с основной дороги. Глава района напомнил, что руководителям организации и отделов администрации необходимо в ежедневном режиме контролировать качество работ, выполняемых подрядчиками на территории района, своевременно сообщать о выявленных недостатках и принимать необходимые меры. Отделу ЖКХ совместно с главой городского поселения поручено проверить состояние дорожного покрытия в городе и определить места, где необходим ямочный ремонт. Отделу экономического развития и торговли совместно с отделом спорта и муниципальным контролем глава района поручил проверить состояние урн и лавочек у магазинов, детских и спортивных площадок. Сломанные и пришедшие в негодность урны необходимо оперативно отремонтировать или заменить. Заместителю главы администрации по социальным вопросам Сергею Окуневу поручено внимательно изучить все недочеты в летнем саду и доложить о времени и способах их устранения. На городском стадионе закончен монтаж освещения. На этой неделе подрядчик должен установить навес над основной трибуной. На этой неделе заканчивает работу первая смена летних школьных лагерей. Все участники в рамках совместного с ЦДК проекта посетили кинотеатр. На очереди вторая смена. Для детей льготных категорий посещение кинотеатра бесплатно. По итогам единого государственного экзамена в Ивановской области 32 ученика набрали 100 баллов. И впервые трое из них ученики города Фурманово, школы номер один. После совещания руководители отделов и профильные заместители отчитались перед главой о выполненных поручениях.